В Москве под открытым небом проходит выставка «Последний след». 2017-й в России – год экологии. Шесть скульптурных портретов представляют птиц и животных из Красной книги. Я хотела, наверное, показать, что животные – братья наши меньшие, дикие и сильные, но хрупкие и беззащитные. Они нуждаются в нашей помощи и защите. Чёрный гриф – самая крупная птица России. Священная для народов Тувы, а также Тибета и Индии. В современном мире грифы часто не находят пропитания из-за сокращения числа диких копытных. Все арт-объекты изготовлены из природных материалов, которые привезли из мест естественного обитания этих животных. Так кусочки коры, собранные в Кавказском заповеднике, имитируют перья грифа. Каждая скульптура сделана с натуры. У нас с ним были самые тёплые отношения, наверное. Он её позировал. Очень любит позировать. Но только поворачивается всегда к тебе. Место профиля, которого я хотела его изобразить, всегда лицом. Потому что, наверное, он считает, это его лучшая точка. Между тем, дикий кабан – редкий пример краснокнижного животного, чью популяцию восстановили. Кабан обитает у болот, прячется за высокой травой. Из неё-то и сделана скульптура. Жёсткая и щетинистая трава напоминает шерсть кабана. Вы знали, кстати, что кабаны не могут поднять голову вверх. Я вот, допустим, об этом не знала. Они не могут на солнышко посмотреть. Поэтому кормить кабана можно, но голову вверх он как собачка не поднимет. Нужно присесть. Создавать зарисовки скульптор-художница начала весной. В это время проснувшиеся после зимней спячки звери поглощены поиском пропитания, не обращая большого внимания на окружающих. На создание каждой скульптуры уходило по три недели. Первое, что я подумала, это живые они, ну, из живых как бы сделаны или нет. И порадовалась, что они сделаны из просто даров природы. Этот год – год экологии в России. Я считаю, что эта выставка сложно переоценить её актуальность. Я вспоминаю, когда бываю где-нибудь в походах и вижу редких животных. И я вот думаю, что, да, вот, наверное, каких-то из них скоро не станет совсем. Выставка проходит до конца года.